Если вы любитель огромных автомобилей типа Эскалейта, Грузака, Таха или ЛХ, то это видео не для вас. Сегодня мы расскажем о японском Кейкари Дайха Цумира ЕС-14. Привет! Недавно на нашем канале было голосование, какие автомобили снимать, с левым рулем или с правым. Большинство проголосовало именно за правый руль и именно поэтому сегодня у нас в обзоре японская праворульная машина. Так называемый Кейкар, про такие машины у нас уже было пару сюжетов на канале, что вызвало неподдельный интерес со стороны зрителей. Вот. Сразу скажу, что эта машина продается в RDM Import в нашем автосалоне, именно там я и работаю. Вот ссылочка на сайт будет в описании, объявление можете найти и изучить более подробно этот автомобиль. Немножечко напомню вообще про историю этих автомобилей. Как вы видите, машинка маленькая, очень коротко. После Второй мировой войны в Японии была разруха, нужны были дешевые автомобили. Дешевыми их можно было сделать только так, что, ну, в общем, маленькие машинки должны были быть, только тогда они могли быть дешевыми. Ну и со временем этот класс начал развиваться. В Японии таких машин продается очень-очень много, чуть ли не больше, чем в России новых всех вместе взятых. Вот. Ну, в нашей стране, конечно, по-разному относятся к этим автомобилям. Кто-то их ненавидит, а кто-то очень сильно уважает, и это, в основном, те, кто их когда-либо эксплуатировал или ездит сейчас. Кейкары это такие машинки, которые по длине могут быть не более чем 3,4 метра. Хотя ширину, высоту я уже, честно сказать, не помню. Ну и мотор должен быть определенного объема и не больше определенного количества лошадей. Вот. Для примера, для примера, многим известный автомобиль Honda Fit второго поколения имеет длину 4 метра. Эта машина на 60 сантиметров короче. Тот же Fit многие называют пукалкой, машиной, которая не достойна вообще существовать. Этот автомобиль еще меньше на целых 60 сантиметров. И все-таки считается он полноценной машиной. Данный экземпляр у нас в одной из самых простых комплектаций, что выдают черные ручки, черные зеркала. В Россию сейчас очень дорого вообще привозить любые автомобили из-за границы, и поэтому их везут для продажи чаще всего в простых, в самых простых версиях. Но в Японии такие машины существуют в очень навороченных комплектациях, не только в Дэйха Цумира. Кейкаров там очень много. Вот. Если вы поизучаете этот вопрос, то вы обнаружите, что и внешне они там классно выглядят, и внутри салоны обалденные. В общем, японцы в этом плане очень сильно заморачиваются. Ну, тут как бы смотрите сами. Машина и машина, да. Особо ничего и не добавишь. Что касается характеристик, уже, так скажем, немного технического плана, это обычная легковушка с дорожным просветом 15 см. Сразу скажу, что у нас автомобиль полноприводный, что для России очень актуально, но не стоит ожидать, что это будет каким-то внедорожником. Сейчас стали появляться с увеличенным дорожным просветом, и таких машин уже много. Если вам нужна маленькая экономичная машинка, но чтобы она была повыше, поизучайте этот вопрос, можно приобрести себе такой автомобиль. Автомобиль призван быть очень экономичным, и эту функцию здесь выполняет именно двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. Вот. Это не гибрид, как сейчас в Японии очень популярно, да. В общем, обычный моторчик. Объем его 660 кубиков, и мощность в данном случае 49 лошадиных сил. Машина рестайлинговая 2014 года, до рестайлинга было 52 лошадки, но теперь этот двигатель более экономичный, чем дорестайлинговый вариант. Вроде как бы 49 лошадок-то немного, крутящий момент что-то около 60 ньютонов. Но, тем не менее, автомобиль едет, как пишут владельцы, очень даже неплохо едет. Конечно, по трассе нужно заранее продумывать свой маневр, свой обгон. Ну, все же, это нормальная машина, на которой можно ездить. Вот. Здесь три цилиндра, он бензиновый, можно 92-й, 95-й себя заливать. Вообще, этот мотор называется KF. Вот. И я поизучал разные модели марки Daihatsu, вот именно K-Cara. Везде ставится этот самый мотор. На Daihatsu Miro ES он может быть только в атмосферном варианте, но на других моделях этой марки могут быть и турбированные версии, там уже может быть до 64 лошадиных сил. Что касается расхода. На самом деле, не так много отзывов от владельцев по этому автомобилю, но тем не менее, все-таки кое-какую информацию удалось собрать. И на самом деле, данные очень разные. Кто-то пишет, что по городу машинка кушает в районе 5 литров, это очень даже неплохо. А кто-то говорит о том, что зимой с пробками, с короткими поездками, с частными прогревами, расход может доходить до 9 литров. Но это все же, я думаю, нормально, с учетом вот этих данных, да. Но 5 литров вполне себе неплохо. И если вы, так скажем, имеете долгие поездки, не так часто греете машину, то, в принципе, будете в эту цифру укладываться. Сам мотор, конечно же, как сказать, дольше греется, чем обычные двигатели большего объема. Рекомендуется, конечно же, утеплять все это пространство. Одеяло, картонку. Ну и тогда вообще будет все обалденно. И, конечно же, нужен аккумулятор, заряженный всегда, чтобы были уверенные пуски. Вот в этом плане, как бы, вопросов у владельцев нет. Ну и как у многих современных японских автомобилей, коробка передач здесь вариаторная, как на переднем приводе, так и на полном. Полный привод в данном автомобиле у нас. И, что самое интересное, сзади у нас идет обычный классический неразрезной мост. Вот, для меня это было удивлением, но это факт. Вот, как я уже говорил, в России полноприводные машины, конечно же, более актуально. Багажник у этой машины, конечно же, небольшой. Для примера поставим сюда рюкзачок немаленьких размеров. Вот, собственно, как это выглядит. Ну и никто не ожидает, что здесь будет место, как в каком-нибудь микроавтобусе. Вот. Значит, смотрите, спинку второго ряда можно сложить. Уже место очень даже прилично получается. Как-то я видел один раз на берегу реки, человек вот на такой же машинке приезжал на рыбалку. У него с собой была лодка, лодочный мотор, причем не маленьких размеров. И все это он привозил с собой. То есть, ну, как бы у меня все это тоже есть, и лодка, и мотор. И я вижу, что все это сюда спокойно залезет. И это можно перевозить. У него Мира была тоже полноприводная. Он спокойненько подъехал на берег, по песку, все это выгрузил, сходил, порыбачил, приехал, собрался и уехал. Вот. В общем, автомобиль можно использовать даже для таких целей. Ну, в общем, как-то так. Багажник есть, он небольшой, но все же есть. Subaru R2, который мы снимали когда-то, имеет багажник меньшего объема. Запаски у этого автомобиля нету. Я не нашел. Посмотрели под порогами. Под полом в багажнике ее тоже нету. Здесь просто органайзер небольшой. Минимальный набор. Да, это домкрат, баллонники. Есть жидкость для того, чтобы заклеить проколотое колесо. Но компрессор, видимо, где-то там в дороге пропал. Хотя он завода должен быть. Ну, в общем, какую-то мелочевочку сюда можно раскидать. Вот. Ну, про багажник все. Кто-то скажет, что в эту машину он не поместится. Но обратите внимание, вот сейчас я сижу сам за собой. То есть я ехал сюда за рулем с моим ростом 180 сантиметров. Сидение водителя отодвинуто назад не до конца. И вот я сижу сзади. Обратите внимание, какой запас места. Места много. Над головой тоже хороший запас. Машина вообще считается четырехместной. Ну, наверное, при особом желании можно и в пятером сюда залезть. Здесь даже ремней безопасности сзади не три, а два. Вот. Подголовников в данной комплектации я не вижу. Есть изофикс, кстати, очень хорошо. Вот. Ну, единственное, что, наверное, вызовет некоторые нарекания, это наклон спинки, угол наклона. То есть хотелось бы немножко туда, его назад. Но это уже невозможно. Он никак не регулируется. И ширина самой сидушки, да, она небольшая. Но я думаю, все это, конечно, сделано для того, чтобы и сесть сюда можно было. И уложиться вообще как бы в определенные нормы, да, по размерам этого автомобиля. Но я думаю, для самих японцев, которые в среднем-то, наверное, по росту поменьше, для них вообще нормально. Вот. Каких-либо опций здесь не предусмотрено в данной комплектации для задних пассажиров. Разве что электрические стеклоподъемники. Ну, в общем-то, и все. Все, идем вперед. Обычно мы такие кадры не делаем, но сейчас решили показать. Вот, смотрите, я не менял положение водительского сидения. Только что перешел с заднего места вперед. И вот, видите, как бы я сижу достаточно комфортно. Коленка у меня не упирается в переднюю панель. Вообще, скажу так, на всех своих автомобилях, которые у меня были и есть, я всегда водительское сидение отодвигаю максимально назад. Вот мне так удобно. Здесь, смотрите, еще я могу уехать назад немножко. Смотрите. Ну, как бы даже сантиметров 10, а может, ну, может, чуть меньше. Вот, так что это о многом говорит. Несмотря на то, что машинка маленькая, места достаточно. Сюда мы ехали с Димой, с оператором. Он сидел спереди. И, в принципе, как бы мы локтями друг друга не упирались. Так что вполне комфортно можно в этой машине ездить. Есть, конечно, вопросы к шумоизоляции динамики, но это чуть позже. Смотрим дальше. Ну что, начинаю это самое интересное. Это издрайв нашей ДХ Цумира. Под капотом, напоминаю, 49 лошадиных сил. Пока едем в правой полосе. Сразу скажу про шумоизоляцию. Ее здесь вообще нет. Двигатель рядом. И все это хорошо слышно. Очень хорошо слышно автомобили, которые рядом проезжают. Мне приходится говорить громко. То есть, часто в японских машинах я говорю о том, что шумоизоляция плохая. Здесь вот прям еще хуже, короче. Вот. Так, сейчас у нас будет участок прямой, где можно будет разогнаться. Сразу посмотрим. Здесь есть спорт режим, если можно его так назвать. Ну попробуем, в общем. Полный привод, как она едет. Будет шумно. Будем пробовать. Так, сразу давайте спорт. И газ в пол. Я думаю, всем слышно мотор. Прям жму в пол сейчас. И под горку еще едем. Вот уже сотка. Мотор надрывается, конечно. Но на любой машине, если бы вы жали газ в пол, мотор бы орал. Только это было бы приятнее, наверное. В общем, ладно. Не будем насиловать машину. На самом деле, дорогу держит хорошо. Нас не козлит, не подкидывает. Уровень комфорта достаточный. Для того, чтобы ехать и не плеваться. В общем, нормально. Я ожидал другого, конечно же. Так что по трассе на этой машине ездить можно. Вообще, я попытался найти данные о разгоне до сотни этого автомобиля. И цифры, они не подтвержденные. Везде разные. Это что-то около 15-17 секунд до сотки. Ну, конечно же, это много. И эта машина, в первую очередь, создавалась, конечно, для японских городов. Не для трассы. И, наверное, там между городами расстояния не такие, как у нас. Так, пару слов о комплектации этого автомобиля. Напомню, что она одна из самых простых. Но все же здесь есть такие опции, как радарный круиз-контроль. Что недоступно до сих пор на многих дорогих автомобилях. Которые продаются, к примеру, в России. Есть такая функция, как... Ну, кнопочка, в общем, на ней написано Eco-Aidle. Что она делает? При плюсовых температурах глушит двигатель в пробках. Что хорошо сказывается на расходе топлива. Несмотря, опять же, на бедность этой версии. Есть система противобуксовочная, антизанос. Очень важная функция, я думаю, на любом автомобиле. Кондиционер, само собой, полный электропакет. Не нашел я кнопок, которые отвечают за регулировку наружных зеркал. Видимо, все это делается вручную. И магнитолка, собственно, самая простая, наверное, которая сейчас устанавливается на эти машины. Тем не менее, есть CD. Хотя уже, как бы, четверть века у нас, 21-го прошло практически. А MP3 нет, к сожалению. Но зато есть AUX. Можно проводочком запастись и слушать музыку с плеера или с телефона. Ну, в общем-то, и все. Подогревала каких-либо здесь нет. Не предусмотрено в этой версии. Ну, и, в общем-то, наверное, все. А, передние подушки безопасности. Вот как-то так. Ну, подстаканники. Их здесь немало. На этом все. Естественно, будут комментарии под этим видео, что кто-то из вас такую машину не сядет. Такое уже было. Но, на самом деле, я считаю, что, еще раз скажу, как говорил ранее в других наших роликах, что данный автомобиль, вообще, данный класс имеет право на существование. Относительно небольших денег такие машины стоят. Вот этот автомобиль, 14-й год, да. И он в родной краске. Пробег у него родной сотка. И я уверен, что по ресурсу он даст фору любому какому-нибудь Солярису за те же деньги. Левый руль, скорее всего, там за 300-400 тысяч вы в нормальном состоянии не купите. Я даже больше скажу. У меня есть несколько примеров, когда в нашем автосалоне люди покупали вот такие кейкары. Изначально там один человек вообще хотел Camry 30-ку, стрекозу, и уехал на кейкаре. Логика очень простая. Либо вы берете машину, которой 15 лет, которая уже все мертвая. В 99% случаев сейчас в России с левым рулем машина там за 300-400 тысяч, она будет мертвая. Либо ты берешь автомобиль другого класса, но намного свежее и с хорошим запасом прочности и ресурса. И таких примеров уже масса на самом-то деле. Так что, если вы не ездили на такой машине, не надо как бы ее хаять. Люди тоже отдают деньги не просто так. Я думаю, что в здравии и в нормальном уме они это делают. Плюс ко всему, расходы на содержание этого автомобиля небольшие. Начнем с того, что на бензин тратить нужно немного денег. Плюс объем масла в двигателе и коробке все равно меньше, чем в других автомобилях. Это опять же экономия. Ну и экономия на покупке. То есть автомобиль стоит недорого. Конечно, если покупать какие-то классные прям комплектации, маленькие-маленькие пробеги, то, конечно, там уже ценники такие неадекватные, за которые можно купить левую руль. Машину тоже в очень хорошем состоянии другого класса. Но еще раз повторюсь, на мой взгляд, такие автомобили имеют право на существование. Если бы, к примеру, условный АвтоВАЗ производил и продавал такие машины новые, там за 250, за 300 тысяч, я думаю, их бы вообще разрывали бы и продажи были бы очень серьезные. Вот. Так что уважение японцам, которые создали такой класс автомобилей и делают серьезный упор на него. И люди, которые там их покупают, тоже не дураки, я считаю. Ну что, друзья, будем заканчивать. Если у вас есть мнение какое-то по данному автомобилю, пишите в комментариях. Хотел бы напомнить в очередной раз, что мы находимся в Новосибирске. Мы даем на наши автомобили, на поддержанные автомобили гарантию. Всю эту информацию вы найдете на нашем сайте. Ссылка в описании будет. Еще раз скажу, что можно приобретать эти автомобили в кредит за наличные или поменяться можем. И также у нас сейчас, так скажем, активно мы начали заниматься выкупом автомобилей, которые стоят там до 500 тысяч рублей. Поэтому, если у вас такая машина, можете обращаться. И предвижу ваши комментарии, что типа в салонах занижают ценники. Реально, сейчас забираем по среднерыночной цене, если состояние у машин приемлемое. Это правда, можете проверить. Приезжайте, посмотрим, купим. Ну все, сейчас точно заканчиваем. Давайте подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Обязательно поставьте лайк под этим видео или поделитесь этим роликом со своим другом. Меня зовут Ян Симаков. С вами был проект Первый Видео Авторынок. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok